Хандан жила в период так называемого женского султаната в Османской империи. Однако его представительницей так и не стало. Женский султанат – это такой период в истории Османской империи, когда государством, по сути, правили женщины, матери султанов, валиде. Они подкупали нужных людей, устанавливали собственные порядки, значительно влияли на политику страны, тогда как официально в Османской империи женщины никогда не допускались до власти. Началась эпоха женской власти с Хюрем-султан. Вот только она умерла раньше, чем ее сын занял престол, а потому титула валиде у нее не было. Настоящей же первой валиде женского султаната стала Нурбану. После нее была не менее властная Софие, а вот после Софие – Хандан. Но эта валиде совсем не запомнилась потомкам. Ее сын, 13-летний Ахмед, ставший одним из самых молодых османских султанов, сразу отказался подчиняться пожеланиям матушки. Несмотря на юный возраст, действовала на свое усмотрение. Ухандан не получилось взять власть в свои руки. Одни историки говорят, что Ухандан мало прожила, поэтому не успела насладиться своей властью. А другие считают, что Ухандан просто не обладала таким сильным характером и даже мужеством, как Хюрем или Софие. Она не умела плести интриги и сама стала жертвой заговора других султанш. Ухандан обладала огромными возможностями, но так и не смогла сполна ими воспользоваться. Ухандан до принятия ислама Елена – боснийка или гречанка. Ей крупно повезло. Она с помощью Софие Султан, в то время еще даже не Валиде, а матери взрослого наследника престола Мехмеда, стала наложницей ее сына, немного отодвинув в сторону другую его любимицу – Халиме. Последняя совсем не нравилась Софие, была непослушной. Ухандан тогда была юной 15-летней девушкой. После рождения сына Ахмеда девушка стала госпожой, но долго любимицей Мехмеда она не пробыла. Хандан, впрочем, как и все остальные его фаворитки, так и не стала Хасеке. Она занималась исключительно воспитанием сына и особенно не стремилась завоевать любовь султана. Главным претендентом на престол был старший ребенок Халиме – Махмуд. Хандан понимала, что если Шахзаде ее главной соперницей станет падишахом, то ее Ахмеда убьют. Ради спасения своего единственного Шахзаде Хандан стала приближенной свекрови, и они вместе устранили Махмуда. Халиме лишилась перспективы стать валиде, а вот у Хандан появился шанс заполучить этот титул. Когда Ахмеду исполнилось 13 лет, он стал падишахом. Хандан же все именовали валиде султан. Только вот госпожа не учила того, что Софие не просто так помогала ей и Ахмеду. Старшая валиде хотела продолжить свое правление и надеялась, что слабохарактерная Хандан не будет ей мешать. Однако Ахмед решил высылать свою бабушку в старый дворец, чтобы она больше не лезла в его дела. И матери он не позволил вмешиваться в свои дела, поэтому даже с титулом Валиде Хандан к политике и государственным делам никакого отношения не имела. Ахмед контролировал мать. Он хорошо помнил, как его бабушка Софие управляла своим сыном, его отцом Мехмедом, и не хотел повторить участь отца. Хандан просто не умела налаживать отношения с визирями, поэтому она была главной только в гареме. Единственное, что смогла сделать Хандан, это высылать в старый дворец всех преданных наложниц Софие. Также новая Валиде контролировала свою давнюю соперницу Халиме и ее младшего сына Мустафу, который, благодаря доброте брата, остался в живых. Хандан недолго пробыла в статусе Валиде. В возрасте 29 лет она трагически погибла. Историки приводят несколько версий, почему Хандан Султан так неожиданно скончалась. Симптомом ее болезни, которая очень быстро привела к смертельному исходу, были сильные боли в желудке. Возможно, у Султанши был рак желудка или другое тяжелое заболевание, но более реальным кажется отравление, ведь у Хандан было много врагов. Это могла быть Халиме Султан. Женщина когда-то была фаворитка Мехмеда III и матерью его старшего Шахзаде, поэтому она должна была стать Валиде, а ее сын Султаном, но ее первенца убили, а второй Шахзаде, Мустафа, мог быть в любую минуту казнен. У Халимы были мотивы устранить Хандан, чтобы постепенно расчистить путь для Мустафы. Другой соперницей Хандан была София Султан. Госпожа долгие годы была Валиде при своем сыне Мехмеде. Только вот при новом Султане Ахмеде София потеряла свое влияние. По правилам, титул Валиде получила Хандан, а бабушка Ахмеда должна была уступить свое место. Соответственно, София Султан не могла допустить такого. Ради власти она могла легко избавиться от Хандан. В сериале «Империя Кюсэм» Хандан тоже нельзя назвать сильной и уверенной госпожой. Сначала Султанша терпела унижение от своей свекрови София, которая только и делала, что указывала младшей Валиде на ее место. Потом Хандан по приказу сына отправилась в старый дворец, а под конец своей жизни ее обвинили в сговоре с Дервишем Пашой, который убил Султана Мехмеда. Хандан не смогла вынести этих обвинений и покончила жизнь самоубийством. Однако госпожа не была совсем слабой и бесхарактерной. Во время восстания, устроенного Софией, Хандан готова была с ножом броситься на стражников, которые пришли забрать ее внуков. Валиде защищала Шахзаде и даже отдала бы жизнь за их спасение. Продолжение следует...